Здравствуйте! Советский Союз сформировал собственную систему оценки величия, значимости и прогресса государства. Чтобы прилично выглядеть, в любой стране полагается социализм, космос и автопром. В случае чего все три признака можно было получить от СССР. Советская армия была готова поставить оружие для создания революционной ситуации или поставить социализм под ключ. После чего за дело принимали Совет экономической взаимопомощи, Государственный комитет СССР по внешним экономическим связям и Госплан. Они брали на себя космос и заводы. Советский Союз первым придумал космический туризм и свозил на орбиту представителей всех стран, имидж которых договорился поднять. Автозаводы, несмотря на отсталость автопрома СССР, создавались тоже по списку. Иногда получался филиал, как, например, угораздило Болгариус АЗЛК. Иногда местный завод получал под ключ оборудование, материалы, технологию, документацию инженеров, чтобы сымитировать прогресс своими силами, как это произошло с польской победой, румынским УАЗом, китайским ЗИЛом, египетскими Жигулями. Россия провозгласила себя правоприемником СССР и продолжает активность по всем трем направлениям. Она и оружие поставляет вместе с революционной ситуацией, и в космос готова прокатить, и автозаводами охотно разбрасывается. Сейчас в работу поступила Куба. Ее вновь хочется прибрать к рукам. Но придумывать новые политтехнологии, менять государственную систему на острове или находить приемлемые аргументы в свою пользу Россия не умеет. Зато из всех трех обязательных пунктов один уже можно считать выполненным и больше к нему не возвращаться, двигаясь дальше. В 1980 году Арнальдо Тамайо Мендес слетал за всех кубинцев в космос и закрыл тему. Осталось достроить кубинцам социализм и автозавод. Куба нищая. Настолько, что на острове нет ни еды, ни одежды, ни топлива. За пределами Гаваны нормальное маршрутное транспортное средство – конная повозка. Лошадь можно покормить пальмой или забором, если повезет, то и травой, и она поплетется дальше. А бензина и солярки нет. Немного бывает в столице и на американской военной базе Гуантанамо. Эта военная база находится на Кубе всегда и очень портит картинку недостроенного социализма. Но очень выручает бюджет нищей Кубе валютой за аренду земли. Автомобильный завод Кубе противопоказан. А социализма и дружбе народов нет. Поэтому Россия построила на Кубе три завода, чтобы допить островную солярку до конца, но убедить местных в их собственном величии, а себя в широте души и доброте намерений. В 2018 году на Кубе случилось производство грузовиков «Газ» и «Урал». Ради красной ленточки и торжественного банкета по случаю ввода предприятия в эксплуатацию в Гавану прилетел вице-премьер Юрий Борисов и с восхищением обнадежил, что производство советских грузовиков не окупится никогда. Он сказал на банкете, проект является серьезным вложением в экономику, которое будет давать дивиденды не сегодня, не завтра, в ближайшие десятилетия. Такое сотрудничество, новые рабочие места и новое качество жизни для кубинцев. Социализм советского образца как раз таким и был. Заводы разоряли экономику, не окупались никогда, выпускали ненужное, зато рабочие ходили на работу, получали зарплату и все это называлось новым качеством жизни. Развивая успех, Россия взялась за третий завод. Он будет выпускать УАЗы «Буханку» и «Патриота». Сейчас на Кубе УАЗы продает компания «Эхоэкспорт» из Самары. Торговать русскими автомобилями за пределами России очень выгодно, поскольку правительство компенсирует 80% затрат на доставку в любую точку мира, а также финансирует строительство дилерского центра, найм персонала, поставку оборудования, наполнение склада запчастями и руководит процессом кредитования иностранных покупателей за счет русской казны. Прогореть при такой схеме невозможно, можно лишь разбогатеть. Самарское «Эхо» добилось от кубинского министра транспорта одобрения затеи и уговорило две местные фирмы взяться за сборку УАЗов. Первая «Эйса» примется за выпуск буханок и патриотов, вторая «Юнион де индустрия милитар» за грузовые УАЗы профиль. Ни о какой окупаемости речи нет, как и в случае с газами и Уралами. Социализм требует жертв. Жертву принесен здравый смысл, как это всегда и было с Кубой. В мусульманских странах подземные тоннели почему-то являются непременным атрибутом. В «Белом солнце пустыни» жены Абдуллы ушли из педжента по подземному тоннелю, карту которого Сухову показал хранитель музея Лебедев. В фильме тоннель не очень обустроен, но весьма достоверен и не вызывает логического противоречия, уместно вписываясь в историческую канву. Сейчас армия обороны Израиля в секторе ГАЗа вполне умело разбирается с тоннелями Хамаса, демонстрируя миру их глубину, обстоятельность, обустройство. Под землей Хамас не только прятался, но и создал параллельный мир в полном объеме еще до появления израильтян, показывая в рекламных роликах подземные заводы по выпуску оружия. Оказывается, для кого-то это вполне привычно — жить и работать под землей. Спасая проект «Аурус» от разорения, его пришлось перепрятывать в новой стране. У себя дома эталон российского престижа остался без запчастей и комплектующих. Автомобили «Аурус» невозможно производить, поскольку не из чего. Но аферу с «Аурусами» премьер-министр Медведев разрешил только под обещание заработка. В основании затеи лежала идея перестать разоряться на выпуске автомобилей для первых лиц и начать зарабатывать. Заявленный тираж в пять тысяч машин оказался невыполнимым. Собственников у ООО «Аурус» трое. Нами, Солерс и Фонд обороны, безопасности и развития Объединенных Арабских Эмиратов Тавазун. У него весомый 36%. То есть всякий «Аурус» от рождения — арабский скакун. И вот настала пора его все-таки выпускать. А поскольку на исторической родине этого сделать невозможно, надо перенести производство к себе домой, в Эмираты. И как-то раз в одно из воскресений, пока остальной мир отдыхал, вице-премьер и глава Минпромторга в одном лице Денис Мантуров возвестил о начале сборки седана «Аурус» в Сенат в Эмиратах. Ну, это не то же самое, что у Путина, но с точки зрения советской власти для Эмиратов и так сойдет. Новость про арабского скакуна эмиратского разлива озвучил только ТАСС. Эмиратская пресса не проронила ни слова и лишь перепечатала официальное русское сообщение. Вообще-то, Эмираты внезапно стали автомобильной державой, обзвелись собственным лимузиностроительным заводом и вошли в мировую историю как единственные на Земле, стартовавшие с верхней точки престижа. Где восторги, аплодисменты, очередь из шейхов? А где сам завод? В каком месте? Как выглядит? Где съемка с ковровой дорожкой, красной ленточкой и эмирами в белых ночнушках с гайковертами в лайковых перчатках на конвейере? Почему арабы про него вообще ничего не знают, не гордятся и делают вид, что никакого завода у них нет? К тому же сам Мантуров, побывавший на открытии, с первого раза не угадал город. И ТАСС позже вносил правку в официальное сообщение, объясняя, что вице-премьер обнаружил завод в Дубае. Разгадкой может быть региональная привычка к тоннелям и подземным заводам. Видимо, предприятие по выпуску главного атрибута кремлевского престижа, самого дорогого автомобиля России, закопано по методике Хамас где-то в земле, и судя по Мантурову, не опознавшему место, оно еще и засекречено. Арабы так распереживались по поводу своего главного автомобильного завода, что зарыли его в землю и никому не сказали где. Потому и молчит местная пресса, соблюдая тайну, не давая ни фотографий, ни географических подсказок. И Мантуров, попавший на экскурсию в связи с региональными обычаями с мешком на голове и в наручниках, не смог сразу внятно объяснить, где был и что видел. Но дело выгодное. Хорошо пойдет. Сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Аурус для покупателей в Эмиратах, выплюнув кляп, сказал Мантуров. В русских сказках все заканчивается свадьбой. Весь сюжет разворачивается в сложных попытках заполучить Василису Прекрасную, как-то сконнектить ее с Иванушкой, который, как правило, не блещет умом. На протяжении повествования Иванушка геройствует, страдает, тяготится, всех побеждает, вожделенного достигает, потом первое на собственной свадьбе, промахиваясь мимо рта, по усам текло в рот не попало, а на самом интересном месте и стали они жить, поживать, добра наживать. Но ведь мы-то с вами знаем, что все только начинается после свадьбы. Героическая прелюдия к ней лишь короткий эпизод. Все главные события разворачиваются похмельным утром следующего дня. Сказки не бывают случайными, они очень точны в диагнозе. Сказки народов мира рассказывают страшнее и откровеннее туристического справочника. Когда хочется понять народ, надо читать его сказки. Как правило, после прочтения понять народ расхочется. Русские сказки формируют параметры страны. На них выросли даже те, кому их не читали на ночь. Воспитанные русскими сказками люди всю жизнь путают причину и следствие. Главное второстепенное, начало и конец. Статистика разводов, то он подтверждение. Да и доходит до них все только с третьего раза. Для русского человека покупка автомобиля как свадьба. Финал, достижение, результат. И мало кто берет в голову, что все начинается только после покупки. Но сказка обещала, что после остается лишь жить-поживать до добра наживать. Вовсе нет. После начинаются основные траты, неприятные открытия, сложности эксплуатации, откровения техобслуживания. Никому не приходит в голову сначала познакомиться со слесарем, а потом покупать машину. Про такое даже рассказывать стыдно. Пошел за машиной под руководством и рекомендациям дяди Васи? Но ведь маслом менять все равно придется. Где, кем, как. Так, короткий и благостный период существования официальных дилеров закончился. Страна вернулась в СССР, где сервиса не было, и чинил машину либо сам, либо по знакомству. На днях была объявлена тревога. Машины страны начали превращаться в кирпич, хотя сказка обещала в тыкву. Публика накупила неплохую технику, потом выяснилось, что ее надо обслуживать. Дилеров нет, денег нет, вариантов нет. Пора экономить и ехать по гаражам. Оказалось, что у дяди Васи нет софта и нет в стране программного обеспечения. Поэтому у дяди Васи при подключении диагностического разъема машина запустила процедуру обмена кодами, не получила ответа и сблокировала все системы. Заголовки вздрогнули паникой. Население откликнуло злорадство. Автовладельцы испугались. На самом деле в кирпич машины превращались и прежде. Как только возникало желание на официальной дилерской машине обмануть дорогой сервис и починиться в гаражах, машина тут же блокировалась. Но происходило это только у дяди Васи самого низкого пошиба, у которого даже велосипед чинить опасно. Остальные Васи как имели свой софт, так и продолжают им пользоваться. И отключить их невозможно. В стране всероссийского воровства программ, мастерского взлома и профессионального хакерства достаточно одной прошивки, чтобы во всех гаражах лучезарно вспыхнули дисплеи обновленных бортовых систем. Альтернативный сервис в России начал формироваться после кризиса 2008 года и расцвел после кризиса 2014 года, когда от дилеров ушли мастера, прихватившие с собой на память коды, партномера, пароли, инструменты и собственный профессионализм. Сейчас, когда BMW, Mercedes и Renault что-то там отключили и якобы отрезали Россию от компьютерной сети, оставив автомобили без подсказок и обновлений, на удочку попались только те, кто верил, что все самое интересное до свадьбы, а после нее добра наживать. Остальные, кто в сказки верит не столь безвозвратно, продолжают обновлять у дяди Васи необходимые программы, ездить на машине, не оплакивая кирпич в попытке расколдовать его обратно в автомобиль. Категория Е прежде была одна на всех, теперь у каждого своя. Е к Б, Е к С, самое сложное – Е к Д. Этот странный алфавит не имеет отношения к витамину. Это категории водительских удостоверений. Категория Е бесценная, означает прицеп, позволяет превратиться в дальнобойщика или ездить на автобусе с гармошкой и на дачу взять очень много мусора, который не удалось выкинуть вместе с тещей. Без категории разрешено ездить с прицепом до 750 кг. Это самый простой вид садовых тележек, они всегда некрасивые и позорно болтаются на хвосте. А когда нужен коневоз, пивная бочка или большой инструмент на стройку, то необходима автошкола, экзамены в ГАИ, новое водительское удостоверение с вожделенной категорией Е. Почему прежде экзамен полагался только один раз и открывал доступ к любому прицепу без относительно грузоподъемности и размеров? Почему навык был общим и только длина прицепов разная? Почему, единожды научившись заправлять дышлом прицеп в стойло, удавалось справиться и с самым маленьким, и с самым большим? И почему сейчас на прицеп к легковой машине требуется отдельно учиться, а потом еще раз идти в автошколу и вновь учиться на тот же самый прицеп, но чуть длиннее и к грузовику, а затем идти в третий раз в автошколу и учиться управлять тем же самым прицепом, но на автобусе? С точки зрения управления транспортным средством, все по-старому, ничего нового в движении задним ходом не придумано, и как и сто лет тому назад, так и в наши дни методика прежняя. Три разных экзамена дают в три раза больше денег. Раньше хватало одной взятки, теперь требуется три. На самом деле шесть взяток, поскольку с недавних пор экзаменов на каждый прицеп стояло два — теория и практика. Совсем недавно сдавали только практику. Почему-то считалось, что попасть в ворота задним ходом можно, не зная остаточную глубину протектора, жеста регулировщика и зону действия знаков. Что означало недокорм экзаменаторов, невыплаченную ипотеку и непогашенный инспектором ГАИ кредит за новый айфон. Поэтому категорию Е разделили на три по количеству видов транспорта и придумали по два экзамена за каждую категорию. Получить с водителя шесть раз приятнее, чем один. Все вместе это называется не коррупцией, а реформой автошкол. Но водители в результате закончились. Желающих учиться три раза и платить шесть раз все меньше и меньше. Теперь люди категорию Е открывают только в случае крайней нужды, когда на работе не отвертеться. А в это время на фронте закончились водители танковозов, тягачей, топливозаправщиков, ракетных систем. Тех, которые были, потратили за полтора года, а новые ниоткуда не берутся. Они и на войну не очень напористо едут, и водить не умеют, и в автошколе им взятку заплатить нечем. Параллельно с войной в тылу стали заканчиваться дальнобойщики и прочие из категории Е. Ездить с прицепом труднее, а деньги практически те же. Россия управляется в ручном режиме в том смысле, что пока проблемы не схватят за руку, ее не замечают и про нее не знают. Крупнейший перевозчик страны деловые линии, названный Минтрансом, системообразующей компанией России, с автопарком в 4000 машин, схватил власти за руку и рассказал правительству, Министерству труда, Министерству финансов, Министерству транспорта, Федеральной налоговой службе, что перевозкам конец. Водители категории Е иссякли, и взять их неоткуда. Не идет народ гробиться в грузовики с прицепами, а тех, кто еще на воле, арканит Министерство обороны. Понимая, что новое население в страну не завезут и предстоит обходиться теми, кто остался, деловые линии предложили четыре пункта по увеличению поголовья граждан категории Е. Осрочку от призыва для водителей категории Е, скидку в 50% на уплату НДФЛ, компенсацию половинной стоимости обучения на категорию Е, водителям с этой категории получать ипотечные кредиты по ставке 5% годовых, как сейчас принято у работников IT. Помимо обозначенных проблем, эти четыре пункта дают представление, насколько неприглядна шоферская жизнь. Даже с прицепом не заработаешь на квартиру, утонешь в налогах, а потом тебя все равно скормят на фронте. Министерство справедливости, если кто забыл латынь, юстиция – это справедливость. Так вот, Министерство юстиции запланировало возрождение ГУЛАГа к 2035 году. В проекте Минюста указано, что к 2035 году все 100% заключенных России обязаны работать в народном хозяйстве. Первым на призыв откликнулся автомобильный завод «Урал» из Биаса и получил от ФСИНа роту заключенных в 100 человек. АвтоВАЗ бросился переуполнять план и выбил квоту на три полка заключенных в 3000 человек. Но это хоть и опережающие порывы перед веков костлагерной экономики, во всероссийский ГУЛАГ они не складываются и определить всю страну за решетку не в состоянии. Но вот на подмогу Минюсту пришла РЖД. Согласитесь, без укладки шпал зэки смотрятся недостаточно привычно и не столь достоверно, как мы знаем по фотографиям из сталинских концлагерей. Заместитель генерального директора РЖД Шаханов сообщил, что ситуация с дефицитом специалистов зашла слишком далеко. И вся эта история заставила взглянуть на кадровые приоритеты в нашей политике. Теперь РЖД будет использовать дополнительные и, может быть, нестандартные источники кандидатов на трудоустройство. Сколько лет Шаханову, что концлагерь для него нестандартный. Ему 62 года, и он бывший мент. Закончил Академию МВД СССР. Для него заключенные в народном хозяйстве естественны. Как распорядительный хозяйственник, привыкший, что люди — это мусор, обязанный исполнять волю хозяина, НКВДшник Шаханов предвкушает ГУЛАГ. Вместе с САПСИН рассматриваем конкретную возможность трудоустройства осужденных к принудительным работам. Для нас это реальная возможность, особенно в труднодоступных районах, покрытие дефицита. Уже есть опыт работы с таким контингентом. Опыт бесспорно есть. Но какой ГУЛАГ в России без лесоповала? Почему молчит лесоперерабатывающая отрасль и не подает заявки? Тем более, что в какой чат не зайди, там публика сладострастно предлагает всем вокруг валить лес на общих работах в тайге. То есть, в населении запрос есть, а в Рослесхозе нет. Но только что в стране закончились дальнобойщики и люди с прицепом категории Е. Крупнейший перевозчик страны, не обладая людоедскими способностями, демонстрируя непростительное отношение к людям, предложил обустроить жизнь водителей, снять с них часть тягот и затрат и помочь отрасли нарастить кадры с профессиональными навыками. Предложив государству снизить для водителей налоги, ипотечные ставки, компенсировать часть затрат. Более подходящее решение лежит на поверхности. Тем более, что России от Минюста и ГУЛАГа не отвертеться. До всеобщей зоны осталось всего 12 лет. Значит, можно не тратиться, а начинать арестовывать по списку нужных людей. Как это и было в 1937 году, когда концлагерь подавал заявки в НКВД и под необходимые вакансии арестовывали и давали беспросветные сроки требуемым специалистам. Настает черед водителей. Пора арестовывать шоферов с нужными категориями. Не хватает в хозяйстве водителей на грузовиках с прицепами. Надо всех оставшихся посадить и пусть возят грузы. Кстати, для вольняшек это стимул посильнее ипотеки. Когда вольный знает, что его в любом случае посадят, что 2037 год полностью повторит 1937, он сам побежит учиться и на грузовую категорию, и на прицеп, поскольку на зоне это даст шанс выжить. Сталин знал, что страх стимулирует лучше всего. И Минюст это знает. А вот население все еще не перешло от догадок к поступкам. Испанские журналисты из здания КМ-77 не любят электрички и Китай, что очень злит примитивных обывателей. В отношении к электромобилям тест на коэффициент умственного развития IQ. Среди млекопитающих норма умных 4%. Именно они определяют направление движения стаи, социальной группы, страны. Именно 4% не подвержены воздействию рекламы и неуязвимы для пропаганды. Только 4% в состоянии пользуются своими умозаключениями вместо чужих. Именно они не любят электромобили. Эти 4% крайне опасны, поскольку ими не получится управлять. К тому же они в большинстве случаев наверху занимают приличные высоты. Электромобиль достаточно интересен как пример технологий. Наравне с вантовым мостом, осциллографом, пенициллином. К счастью, моды на вантовые мосты нет. Но было бы забавно, когда бы маркетологи взялись за раскручивание темы, Илон Маск принялся тянуть мост на Луну, а обыватели захотели строить у себя на даче маленький вантовый мостик. Они ведь чудили с альпийской горкой, почему бы не поупражняться с мостом. Из джакузи вполне убедительно морочили себе и окружающим головы, а прежде собирали марки, которые теперь даже выкинуть не получается. А повсеместно, взявшись за вантовые мосты, обыватели негодовали бы, с какой стати остальные отрицают их пользу, технологичность, олицетворение будущего. Как можно считать себя просвещенным без вантового моста? Все прогрессивное человечество знает, насколько верен, важен и уместен вантовый мост. Только дремучие ретрограды не стремятся к всемирному вантовому мостостроению. Электромобиль удостоился таких рекламных бюджетов, что оставаться равнодушным к нему неприлично. Необходимо истеричное обожание, декларативное стремление купить и обязательно презрение к 4%, которые вне эпидемии. Обыватель мстителен. Вляпавшись, он не прощает независимость окружающих. Точно так же спивающаяся Россия ненавидит непьющих. Они вне игры и тем ненавистны. Испанским журналистам 4% с высоким IQ ближе уязвимой зависимости окружающих от китайских рекламных бюджетов. Поэтому они регулярно берут очередную хвастливую китайщину и ставят ее на место. Критерий 1. Переставка на скорости 77 км в час. Все издание так и называется КМ77, потому что посвящено только этому инструменту проверки на подлинность. Уместным девизом издания вполне может быть поговорка испанский стыд и в кои-то веки став вполне осмысленным восклицанием. Испанцы на тесты берут любые автомобили и потому изрядно нажили себе врагов. Не каждая фирма в нынешнее время тратится на управляемость. Ширпотреб создается по принципу и так сойдет, поэтому обиженных на испанских журналистов почти столько же, сколько автопроизводителей на земле. И среди вас их немало. Китайская джили выбесила испанцев особенно. Она наглее остальных, тем более когда воруют чужое. Например, у Форда их традиционное имя одной из моделей Galaxy. Это все-таки не Samsung с телефонами, выступающими вне автомобильной тематики, а тут обычная китайская наглость и бюджет, требующий обожать их банальную электричку джили Galaxy E8. Мстить испанцы поехали в Китай. Арендовали трассу, расставили конусы, взяли машину, поставили измерительную аппаратуру, надели приличную резину Гудьерр, поехали. Приехали быстро, во всех смыслах. До полагающихся 77 км в час на переставке Китай не дотянул, не хватило одного километра. Это много или мало? Это не сданный экзамен. За счетку заберете в доконате. Китайцам испанский стыд безразличен, у них всегда миллиард человек в запасе. Испанцам нет. После прочтения каждого теста, проведенного изданием КМ-77, в Испании коэффициент умственного развития населения начинает превышать полагающийся 4%. Продажа китайщины падать. А испанский стыд вполне мог бы стать самостоятельным знаком отличия для награждения за особые заслуги. Мы с детства помним, бьют по лицу, а не по паспорту. Но теперь, если ты русский, лицо оставляют без внимания, бьют по паспорту. Маяковский описал эту ситуацию 94 года тому назад. И вдруг, как будто ожогом рот скривило господину. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину, берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую, берет как гремучую в 20 жал змею двухметров ростую. Чем ближе государственная граница, тем серьезнее искажение лиц вокруг. Российский паспорт документ врага, поэтому русским ничего нельзя, чтобы не вылезали за периметр и ничего не получали снаружи. Вот вам санкции, эмбарго, запреты, конфискации. Только сунься на русских номерах в Европу, ведь вся Европа знает, что из России в Россию едут на своих машинах агенты, везущие микрочипы для эскандеров. Хотя для этого существует диппочта, и микрочип спокойный, безо всякого досмотра, едут со всего мира, минуя автомобили частных лиц. Но как иначе победить Путина, если не прищемив людей с русским паспортом? Но внутри России все по-прежнему. Мерседес продолжает поставлять из Германии новый Е-класс, скандал с превратившейся в кирпич БМВ приключился с машиной 23-го года выпуска, хотя никаких поставок вроде бы нет, новый 15-й айфон в Москве начали продавать за день до мировой премьеры, и как ездила власть отдыхать на Средиземное море, так и продолжает. Проблемы у владельцев российских паспортов случились внизу потребительской пирамиды. Хёнде купить негде, а Рулс-Ройс по-прежнему можно. Колбаса потускнела, а красная икра все такая же лучезарная. Кофе опять же лудевый, а Гран-Карио на столе у Путина не заканчивается. Кому бриллианты мелковаты, кому щи жидковаты. Народ и партии едины, но пищу разную едим мы. А помните, перед войной, когда вместо бронежилетов была актуальна ковидная маска, Хёнде первым начала торговлю мимо дилера через сайт ликвидные, цвета странные, но ведь без допов и по однозначной цене. Следующим обещанным шагом ожидалась продажа автомобилей по почте. Заказал на сайте, нажал кнопку оплатить и ждешь доставку. Для русских все это осталось по ту сторону забора с колючей проволокой, но Хёнде от обещаний перешел к реализации и, начиная с 2024 года, будет продавать все свои модели на Амазоне. Для этого на сайте Амазон открыта специальная страница Хёнде. На ней весь модельный ряд, конфигуратор, доставка. О старте продаж через Амазон было объявлено только что на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. К доставке подключены 18 дилеров в Америке. Но с Нового года подключится вся дилерская сеть США, при том, что дилер не получит с этого ни цента. Он лишь окажет транспортную услугу по доставке. На кого бог пошлёт? Захочет клиент, ткнёт в адрес, и на дилера падёт обуза взять машину со своего склада, поставить на автовоз и с резиновой улыбкой во всё лицо вручить клиенту. Америка подумала, что услуга доступна только у них, а в других странах Амазон корейскими автомобилями не торгует. Но на сайте Амазона первой в списке доставки указана Германия. Из этого следует, что для тех, кого отныне бьют по паспорту, а не по лицу, появляется возможность купить Хёнде на Амазоне. Совсем просто, как у обладателей нормальных паспортов не получится, потребуется русская смекалка и посредники. Но одно дело, когда хочется машину, а возможностей нет никаких, и другое дело, когда есть Амазон. Хёнде это только начало. Вслед за ним на Амазон придут остальные автопроизводители. Для тех из россиян, кого не затронет война, а паспорт всё ещё российский, намечается обнадёживающая перспектива избежать китайцев и оказаться за рулём автомобиля. Когда на парижском автосалоне 1992 года грянула мировая премьера Renault Twingo, все остальные автомобили перестали иметь значение. Франция выстроилась в очередь за машиной, в Peugeot и Citroën начались скандалы и отставки. Президент Peugeot Citroën Жак Кальве топал ногами и кричал «Почему эту машину придумали не мы, а Renault?» Рекламная компания, сопровождавшая вывод модели на рынок, украсила Париж инсталляциями в виде жуков, ползущих по стенам домов. В жуках угадывался Twingo, что послужило поводом для повторной волны инфарктов и отставок. Пережить гениальность подачи нетривиального автомобиля было невозможно. Для Renault создание Twingo было очень серьезным вызовом. Машине назначили затмить великий автомобиль Renault 4, переплюнуть которого в мире никому не удавалось. Renault 4 собирали в 28 странах мира, произведя более 8 миллионов экземпляров. Но директор Renault Раймон Леви замахнулся сделать машину еще лучше. Такую, чтобы сразу понравилось, чтобы мгновенно всем захотелось, чтобы глаз не отвести. Двигатель, трансмиссия значения не имели. Самое главное облик. Кого из авторитетов позвать главным дизайнером проекта? Какого мастера уговорить поделиться талантом? Где взять самого лучшего автомобильного художника? Раймон Леви поступил необычно, как это принято у французов. Главным дизайнером проекта он позвал Патрика Лекемана. Это сейчас он один из главных дизайнеров в истории, а тогда в него верил только Леви. Леви сформулировал техзадание максимально конкретно. Необходимо нарисовать автомобиль икону. И Лекеман нарисовал однообъемник с умильной лягушачьей физиономией, удивительными пропорциями, очень широкой колеей и всего двумя дверями. Большими во весь борт, но двумя. Ну и еще что-то там открывающееся в багажном отделении. То есть он заранее создал функциональные ограничения, оставив покупателя без выбора типа козова. Более того, Лекеман оставил еще и без приборов, узкая полоска контрольных ламп и ни одного циферблата, ни одной стрелки. Потому что Лекеман прекрасно понимал потребителя, которому подсказки приборов и прежде ни о чем не говорили, а теперь и вовсе стали лишними. Поэтому в салоне он создал прекрасную атмосферу красивых линий, обширных поверхностей, зонированных отделений и свел к минимуму необходимость, чтобы ты не был регулировать, трогать, нажимать, включать, вмешиваться. Через 20 лет эту подсказку использовал Стив Джобс, создавая айфон. Сужая выбор и предлагая влюбляться в автомобиль целиком, а не за набор отдельных удобств, Лекеман свел варианты комплектации всего к четырем цветам. Двигатель один, коробка передач одна, салон один, вариантов дополнительного оборудования ноль. Очередь в первый же день премьеры 2240 человек. Когда Леви увидел работу Лекемана, он был счастлив. Невозможно было предположить, что на свете есть хоть один человек, способный столь талантливо выполнить задания по повторному созданию массовой иконы для миллионного тиражирования. Но внутри компании Рено скандал не просто разразился, он взорвался ядерной бомбой. На Леви давили все причастные, а также правительство, ведь Рено компания государственная, и когда надо разжечь серьезный пожар, правительству напоминают о номинальной причастности. Леви не сдавался, и вот, когда полыхала вся компания, никто не работал, все только скандалили, Патрик Лекеман написал Раймону Леви официальное письмо. «Главный наш риск состоит в том, что мы не рискуем. Я прошу вас принять решение в пользу интуитивного дизайна против экстенсивного маркетинга». «Я согласен», ответил ему Леви и послал правительство дальше надписи на заборе. И Франция получила потрясающий твинго и знак национального отличия. Если в тот год по Европе ехал твинго, все сразу понимали, это едет француз. Гениальность Renault твинго закончилась на первом поколении. Второму поколению не передалась и следующий твинго был просто машиной с именем. Но в Европе первое поколение выпускали до 2007 года, а до 2012 года в Колумбии. Второй твинго пролетел незамеченным. Вот третье поколение сумело обратить на себя внимание, его делали вместе с Мерседесом. В итоге французы получили Renault Твинго 3, а немцы SMART. Особенность модели задний привод и заднее расположение силового агрегата, ну то есть запорожец. И только теперь ясно, что если некому еще раз сделать такую же интересную машину, как в первый раз, то надо суметь ее процитировать. А ведь подсказке уже больше 10 лет. В интернете последние 10 лет Renault Твинго первого поколения существует самостоятельно мемом, вокруг которого постоянный шум и суета, поскольку Renault про Твинго забыла, а люди нет. И они рисуют и фантазируют на тему любимой машины, предлагая свои варианты, которые завод не захотел принимать во внимание. Renault Твинго возвращается. И это именно тот любимый и очаровательный, но чуть более современный. Редко оно бывает, когда в ту же воду входят дважды, ведь Fiat 500 смог, хотя это единственный пример на всю планету. Мини не сумел, Volkswagen не сумел, а Fiat и Renault смогли. Новый старый Твинго безошибочно поддержал привычный облик. Получился таким же узнаваемым, красивым и опять необычным. Теперь дверей у него столько, сколько надо. Мотор вновь один и он электрический. Генеральный директор Renault Лука де Мео сказал, что Твинго Ледженд изменит правила игры для городских автомобилей. Потому что он вновь красивый? Не только. Потому что самый дешевый. Задача Renault предложить машину, которую все заведомо знают и любят, а теперь еще и захотят, поскольку стоить она будет меньше 20 тысяч евро. Прежде задача была увлекательная создать икону. Как называется копия иконы? Список тоже неплохо. Вместо иконы получить через 32 года список самый дешевый в мире. Возможно, вновь самый любимый. Вопросы ответы реплики Сергей Мешков А что спутник Юпитера Ганимед еще не запретили как пропаганду нетрадиционных уз или Юпитеру оно как раз таки дозволено? Моя Америка назидательным голосом. Как же объяснить человеку, ну судя по всему Сергею Слоняну, что Америке президент не может позвонить в компанию и сказать ну хватит выполнять свои контрактные обязательства перед КамАЗом. Если хочется, чтобы президент мог так повлиять, тогда это будет Россия. А если хочется, чтобы была Америка, то вот тебе пожалуйста бизнес сам решает без президента. Санкции против страны и отдельно взятого завода от имени Америки вводит не президент, а министерство, в данном случае финансов. Запретить целую страну может орган исполнительной власти. А вы все еще по советской привычке первым делом апеллируйте к президенту и слышите в чужих словах непременную надежду только на президента. Как же вам объяснить, что для прекращения поддержки российской войны американский президент не нужен? Юрий Юрий, наконец-то Путина засунут в стену. Мы надеялись на кремлевскую, но и великая китайская Great Wall тоже сойдет. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...